Так, знаете, что бывают родовые бесы? Они идут по роду от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку. И бывает вот бесы пьянства. Вот они переходят, бывает даже, к примеру, дед пил, отец видит, да, там, к примеру, не пьет, не пьет, но вот дед умирает, и все, и отец опять начинает пить, и дальше идет, и дальше, да. То есть бывает, привяжутся, знаете, как бы какое-то проклятие кто-то сделает, привяжет бесы, сказать, ну, чтоб ты и там твой род пил и упился, да, чтобы вот вся ваша жизнь была в стакане, да, ну, кто-то со злости скажет. Ну, вот мы видим родовой бес пьянства, посмотрите, полюбуйтесь, познакомьтесь, мы его сейчас вырвали, потому что идет он, ну, как бы много поколений, уже поколения 4 минимум, а то и больше. Вот он какой, видите, бес пьянства, которое мы вырвали из тела. И понимаете, что полбеды его вырвать, да, мы его вырвали, он ушел, но он уже настолько привык, что он, естественно, будет пытаться пробраться опять в тело этого человека или в тело семьи, да, чтобы опять, как говорится, попытаться питаться, да, так просто он не упустит. То есть вырвать мало, нужно, чтобы человек еще и взялся и сказал, все, я больше, посмотрев на это, я не собираюсь кормить страшных, уродливых существ, которые просто пожирают мою жизнь и мою судьбу. Вот драгоценные мои, сегодня у нас день богатый на бесят. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok